сейчас политику можно зайти только по блат я не вижу я не вижу другого варианта если губернатор скажет вот я хочу вот его быть чтоб он был там депутат до другого варианта нет они должны понимать что мы с тобой действительно великие люди да мне очень нравился один негодяй гаденыш мне не дай я поцелу как-то так получилось что все кого я в последнее время приглашал к себе в программу это были сложные неоднозначные многогранные люди как сказала одна из участниц программы серьезный бизнес-вумен ксения рясова простые люди ничего не добиваются успеха добиваются люди сложные неоднозначные задумайтесь над этим андрей разин недавно вышла программа на одном из центральных каналов где андрея практически все подвергли страшному астракизм я его знаю много 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 лет но отношусь к нему очень хорошо кстати он сделал очень много хороших дел может он об этом мало говорит скольких артистов он спас помогал лекарствами врачами там лечением скольких похоронил за свои средства об этом почему-то не говори продюсер группы ласковый май человек которого знает вся страна человек который занимал свою жизнь не только шоу-бизнесом но и традиционным бизнесом и политикой вот сегодня друзья хочу вас с ним познакомить андрей я беру наверное тебя уже интервью в тысячный раз уже уже все переговорили давай сегодня резко поднимем уровень но я хочу во первых сказать андрей спасибо тебе большое что ты пригласил меня сюда но самое главное чтобы все те люди которые снимают нас на кино и которые делают нас великими они должны понимать что мы с тобой действительно великие люди потому что восемьдесят девятом году я стал депутатом моссовета 2004 году ты победил и стал депутатом моссовета это два представителя шоу-бизнеса которые добились москве высшей власти не имея никакой поддержки сказать о шоу-бизнесе до боялся я боялся я тебя очень сильно боялся потому что зная что ты пришел когда московские власти первый вопрос ты поставил не петь под фонограмму да я говорю андрей как можно не петь под фонограмму на лужниках где я выступал где было 103 тысячи человек и я думаю господи москва у нас потеряна ковалев у нас отобрал москву поэтому я тебе очень благодарен что ты у нас есть такое единственный депутат мост совета я буду так называть как себя называл московской городской думе по пробиться в московскую городскую думу было тяжелее чем государственную думу чтобы вы понимали люди андрюка пробился и андрюка был там один из самых таких прогрессивных и каждый его законопроект я воспринимал с ужасом и с инфарктом андрюш ты стоишь в одном ряду с первыми супер продюсерами юрием айзеншписом бари каримовичем алибасовым было еще много-много концертных директоров которые советское время делали концерты потрясающих только-только-только начинающих советских групп скажи мне честно все вот эти миллиарды которые тогда вдруг появились ниоткуда это было следствие тяжелого напряжения труда или это было просто игра со статьей о мошенничестве под которые выходили ну я бы сказал не мошенничество а статьей 93 прим хищение государственных средств особо крупным почему потому что были билеты а билеты были государственные поэтому государственные билеты на концерты они кгб тогда ссср четко давали квалификацию 93 прим мошенничество было отклонено а было хищение государственных средств потому что на наши все концерты продавались государственные билеты поэтому все заработанные деньги они исчислялись только 93 прим а свыше 20000 был расстрел поэтому я работал всегда под расстрельной статьей мне очень нравился один негодяй гаденыш ну давай назову чтоб для фильма у вас было плохой человек давай так его звали невзора саша и он сделал такую программу 600 секунд и когда он узнал о том что наконец-таки восемьдесят девятом году возбудили уголовное дело против разина по 93 прим он как услышал эту статью и начал всем говорить завтра разина арестуют и завтра разина расстреляют и вот этот нехороший человек на протяжении 600 секунд описать что такое 600 секунд за минуту андрей разин будет арестован ближайшее время потому что он ссылался на комсомольскую правду но он никак не мог понять что я племянник был тогда гарбачёва и никто мне арестовать ним поэтому как бы он говорил тогда племянник горбачёва да но он никак не мог понять что я был племянник горбачёва и он никак не мог понять почему у меня не арестовывают но потом я понял когда я выходил на сцену и все говорят андрей разин и все думать как его же арестовали А я выхожу, как ничем не бывало. Я говорю, посмотрите на меня последний раз, потому что завтра меня арестуют. И если вы завтра придете и увидите меня на сцене, значит восторжествовала свобода, перестройка и так далее. И люди покупали бешено билеты, приходили и так 10 дней подряд. Ну ты Невзоров подарок. Он мне сделал такой этот, поэтому когда кто-то говорит о мошенничестве и так далее, ну какое мошенничество? В 90-м году ты заработал 32 миллиона рублей, должен был заплатить 13% налога. Андрюша, доллар стоил тогда 60 копеек. А уголовное дело завели, а деньги оставили. Теперь государство говорит, заплати 13%. И подает на тебя в суд. Была статья удержания за бездетность. А когда я начал оформлять на Шатунова концерт, а Шатунову было всего лишь 13-14 лет, а у него не было детей, и они 5% еще помимо 13% брали за бездетность. С 13-летнего мальчика. И я говорю, Юра, тебе надо становиться отцом. Потому что такие деньги, 13% отдавать государству... Блин, ну он усыновить, блин, он не мог 13-14 лет никого родить. Я усыновить мог кого-то, блин. Ну они... Как удалось закрыть дело? Пришлось кому-то занести? Закрыли это дело очень просто. Когда Крючков и Легачев присутствовали на съезде Комсомола в 21-м. Я понимаю, что закрыть дело можно только одним, выступив на этом съезде. Но к тому времени я не был членом Комсомола, потому что я украл комбайн. Меня исключили из Комсомола, чтобы не посадить в тюрьму. Но при этом вывели на съезд Комсомола, где сидел Крючков и Легачев. Это 21-й съезд Комсомола. Я понимаю, если я выступлю, то дело автоматически закроют, потому что делегатом, оказывается, съезда был Андрей Разин, которого там подозревают 93-й прим. Я не помню, сколько я заплатил, но очень много. Но я вышел на съезд Комсомола. Съезд прервали после моего выступления, после двух часов моего выступления в 14 часов. Перенесли на второй срок. И Легачев и Тягачев сказали, говорит, не будем скандал развивать, давайте дело закрываем, потому что не может человек под статьей 93-й прим выступать на съезде Комсомола, не будучи делегатом и членом Комсомола. Но раз он вышел на съезд, значит, что-то было. Кто-то, значит, это сделал. И они подозревали все Горбачева. Как я это сделал, не буду рассказывать, Андрюш, потом расскажу тебе на том свете. Но в любом случае я это сделал. Дело было закрыто. Я остался на свободе, неприкасаемый. Каким образом судьба суперуспешного продюсера, мультимиллиардера занесла в Сочи в судебные приставы? Да аж на 6 лет. Не на 6, а на почти 8 лет. 8 лет? Я вам больше хочу сказать. Вдруг мне раздается звонок с Министерства юстиции, говорит, Андрюх, а ты закончил Свердловский государственный юридический институт? Я говорю, да. Она говорит, у нас есть должность старшего судебного пристава Косинского района города Сочи. Я, как услышал, город Сочи, Косинский район, где у меня дача. И я говорю, господи, ухожу. И я ухожу в эту должность. И с этой должности я отработал до 2008 года. Ну, скажи честно, период работы судебным приставом был прибыльным? Ну, когда вы зайдете ко мне в отель, Андрюш, вы возле лифта увидите табличку. В табличке написано, что очень благодарен всем, кто будет отдыхать. Почему такие цены низкие? Только благодаря вам. Потому что на ваши деньги создавался этот отель. Работая 8 лет старшим судебным приставом, я спасал всегда людей. Когда мне приносили исполнительный лист, ну, первым вам скажу, никому никогда не говорю. Что такое судебный пристав? Судебный пристав – это человек хладнокровный, ненавидящий никого. Он видит только лист и печать. И думает, все, ты попался. Моя главная задача, как детдомовца была, увидеть этот лист и испугаться. И встать на место этого человека, который попался. Поэтому, смотря в глаза этому человеку, я понимал, что я на его месте, а он мой старший судебный пристав. Поэтому моя была главная задача. Я говорю, а ты это оспорил? Он говорит, ну, у меня там денег не хватило. Я говорю, подожди, у тебя есть время. Он говорит, да у меня там две недели, но у меня не хватило денег. И я понимаю, что первое, что не за деньги, не за что, а как спасти этого человека. И понимаю, что я нарушаю этику Министерства юстиции. Я говорю, ну, попробуй. Давай я тебе помогу. Давай у меня вот там вот, там есть очень хорошая девочка, Нарина, которая напишет тебе жалобу. Он, да это бесполезно, там такая мафия. Я говорю, подожди, ну, давай попробуем. И были такие хорошие судьи, и были хорошие отношения у меня, что я говорю, вы знаете, говорю, вот совершенно бесплатно, вот просто люди попали в эту ситуацию. Помогите. Потому что, когда я видел, что сносит жилье, для меня я понимал детдумовца, которому не давали жилье, которые мои одноклассники 63-го года рождения стоят в очереди и до сих пор не получили жилье и живут в общежитии, койко-место. Я понимаю, построив жилье, у этих людей хотят разрушить это жилье. И для меня, как детдумовца и старшего судебного пристава, полковника юстиции, я понимал, что это крак для людей, кто строил, для тех, кто купил это жилье. Поэтому для меня была это вообще такая принципиальная позиция, помогать. И когда судьи выносили решение, говорят, ну ты понимаешь, Андрей, я даже видя их глаза, когда они говорили, ну ты понимаешь, мы обязаны были вынести, вот нам надо было это вынести. То я говорю, я даже знаете, как говорю, говорю, я сейчас буду исполнительное производство ваше принимать, при этом допущу несколько ошибок, вы подайте на меня в суд, мы затянем, а вы успеете это оспорить. А что считать прибылью, ну скажу честно, вот честно, они приходили, говорят, Андрей Александрович, вам нужно там помочь с плиткой? Я говорю, да нет, все, нет, а мы, смотрите, какую вам плитку дадим, потому что вы нас так спасли. Ну да, поэтому я написал, что этот отель построен на ваши средства, и я не принимал это, они просто это сделали, поэтому у меня самые низкие цены. Были ли моменты в службе, когда было вот реально стыдно, когда приходилось у дедушки ветерана отнимать там последние костыли? Было. Один раз ко мне приходит бабушка и говорит, пожалуйста, не сносите сарай. Я говорю, а где решение? А она настолько безграмотный человек, что она не понимает, о чем она говорит. Потом она говорит, вы такой хороший человек, нам сказали, что вы артист, и вас все любят, пожалуйста, не сносите мой сарай. И она поднимает, а у меня стояла пачка бумаги, и она поднимает бумагу, и что-то туда засовывает, и убегает. Я в ужасе, что случилось, в кабинет зашла бабушка. Провокация? Провокация, да. Потом заходят бравые ребята. Я вызываю, не, я вызываю, никто не заходит, я вызываю моего пристава, и говорю, а что такое, что случилось? Зашла сейчас бабушка на прием ко мне, и вот просит не снести сарай. И что-то, у меня пачка там такая засунула, а он говорит, говорит, я не знаю, просто кто-то ей сказал, потому что раньше до вас сработал человек, и чтобы не сносить, все знали, что надо ему что-то заносить. А я в жизни никогда не брал взяток. И я говорю, перелопатьте, пожалуйста, вот всю эту пачку, и найдите, что она засунула. Они начали искать эту пачку, и нашли тысячу рублей. И я в ужасе понял, что бабушка засунула, как прежнему руководителю, в пачку бумаги тысячу рублей, чтобы я не снес ее какой-то сарай. И я вызываю своего зама и говорю, слушай, какой ужас, бабушка убежала, денег нет. Скажи, а сколько мы сараев сносим? И он мне говорит, 94 сарая. Я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, останавливаем снос всех сараев на месяц, потому что давай искать эту бабушку, кто дал. И так 90 сараев не сносили, потому что не могли найти эту бабушку, которая засунула эту тысячу рублей, но она у меня хранится. Я ее в музее своем поставил, и все время говорю, Господи, когда вы придете за этой тысячей, но целый месяц в городе Сочи не сносили ни одного сарая, благодаря этой бабушке, потому что она занесла и не сказала имя. Вот вы знаете, настолько я понял, прогнившая была система. В 2014-2015 году ты скупал кучу банков. Ну, как только скупишь, у него сразу отзывают лицензию. Что такое было? Что это был за интересный такой экономический процесс? Многие меня обвиняют в этом. Обвиняют? Да, но возглавив в Дон Инвест банк, я стал акционером, поработав, но за месяц ушел. Через месяц отозвали лицензию. Но ни в чем повинный разен не был никогда. Потому что, когда я стал президентом этого банка, я понял, что люди там занимаются мошенничеством. И я ухожу. Через месяц отзывают лицензию. Но моя задача была, самое главное, сообщить Набиулиной о том, что в этом банке происходит мошенничество. Что обманывает людей. И когда там пытались какие-то там суды на меня подавать и так далее, все суды говорили, что разен прав. Вот представьте мне, если бы не было там Разина, клянусь вам, не было бы арестовано столько имущества, не было бы именно возвращения имущества столько народу и людям.